На этой неделе в Одессе после осложнений кори умерла женщина. Еще один случай в области со смертью ребенка врачи пока не подтверждают. Делают анализы, чтобы установить точную причину гибели. А уже с понедельника одесские школьники возобновят занятия. Правда, не все. Непривитых в школы обещают не пускать, хотя предложили альтернативу проводить уроки удаленно по видеосвязи. Что об этом думают родители школьников и сами врачи? Узнавала Кристина Немченко. Ей слово. Елизавете пришлось уволиться с работы, чтобы больше времени уделять своему ребенку. Я как мама двух детей сейчас вынуждена, вынуждена, прошу заметить, меня вынудили уволиться с работы, чтобы сидеть со своими детьми дома. А в финансовой стороне и затратах моей семьи никого это не волнует. Евгений считает, что в городских больницах нет качественных препаратов. Этих людей объединяют одно. Они приняли решение не прививать своих детей. В горсовете решили изолировать вакцинированных от тех, кто не сделал прививку. Придумали альтернативу проводить видео уроки. Родители считают, что качественное образование удаленно получить невозможно. Технически школа тоже не может организовать быстро вот эти вот видео уроки, видеоконференции с учениками. Нет ни расписания, нет ни изменения в учебных планах, нет элементарно даже подготовленности учителя к подобной форме обучения. Некоторые депутаты горсовета говорят, что родители новый запрет уже научились обходить. Очень много мам, которые покупают справку о том, что на время вот этой ситуации его ребенок не может быть привит. И если такая справка есть, он идет в школу. Школа принимает эту справку, вы понимаете? Это говорит о том, что такая ситуация не решает той проблемы, о которой нас хотят защитить. К тому же запрет на посещение школы не дает гарантии, что непривитые дети не будут контактировать с привитыми. Одно массовое мероприятие не было закрыто или ограничен туда доступ. Все кружки, частные школы, сады, курсы английского, спортивные мероприятия, все происходят без каких-либо ограничений. Закон дает нам право на образование, дает нам право образовывать наших детей, независимо от того, пользуется ли они определенными медицинскими услугами или нет. Родители считают, что право их детей на образование нарушают. Многие родители вынуждены искать в соцсетях врачей, задавать им вопросы, дискутировать с ними. И, к сожалению, получают образные, размытые ответы, основанные на общемедицинских терминах. И, к сожалению, многие нюансы, что касательно самой кори, нам, как родителям непривитых детей, не говорят. Как проходит вакцинирование? В интернете информации море, но не вся она полезная. Врачи говорят, тем, кто идет на прививку, не обязательно сдавать анализы. Если врач, который осматривает ребенка, решает, что нужно провести какие-то дополнительные лабораторные исследования, он их назначает. Рутинно, то есть просто так этого не делается. Прививку от кори можно делать не всем. Существуют противопоказания. Это острые заболевания с высокой температурой тела. Это тяжелые иммунодефицитные состояния, врожденные либо приобретенные. Это беременность, если мы говорим о женщинах. Это также переливание крови или ее компонентов, которые были проведены в предыдущие три месяца до начала вакцинации. И это тяжелые аллергические реакции на некоторые компоненты вакцины. Медики утверждают, что вспышка кори в области из-за того, что родители отказываются прививать своих детей. Говорят, вакцин в больницах достаточно. В этом году от осложнений, которые дала корь, скончались уже два человека – женщина и пятилетний ребенок. Последний случай зарегистрировали в Одессе. Пациентка, которая страдает тяжелым хроническим заболеванием, заболела корью. Корь осложнилась тяжелой пневмонией. С этим связан такой печальный исход. Еще в одном летальном случае медики пока не могут подтвердить осложнение именно после кори. Делают анализы. По сравнению с позапрошлым годом, количество заболевших корью в Украине увеличилось в 70 раз. В 2018 году в Одесской области зафиксировали 122 новых случая заражения. 69 из заболевших – дети. Кристина Немченко, Александр Кац, Алексей Филиппов, Евгений Очменцев. Итоги недели. Седьмой канал.